Камера 1, дубль 2, начали. Чпок! Расскажи, пожалуйста, твое отношение к ботиату, как ты пришла вообще к рисовке, к рисованию на теле, и какие особенности рисования на человеческом теле, твои взаимоотношения с моделью? На самом деле очень интересно рисовать не на мертвые вещи, не на стене, не на полу, не на столе, а работать с человеком, потому что все люди разные, это разные полотна, это не один и тот же холст, всегда разные, всегда интересные, и сами по себе люди попадаются очень интересные, и хочется добавлять, они даже помогают на самом деле, потому что иногда бывает такой ступор, вроде, хочешь-хочешь много всего, а потом просто теряешься, потому что не можешь выбрать, а модель, модель молодец, она подсказывает, она что-то подсказывает, что-то, может быть, историю свою какую-то расскажет, и все, и даже вот без сомнений делаешь то, что делаешь, и получается так, что вместе создаете какие-то шедевры, вот. Отлично, а скажи, пожалуйста, какие твои любимые мотивы в боди-арте, то есть какие-то тенденции, любимые приемчики, то, что тебе действительно, ну, твой стиль, скажем, фирменный, как мы знаем? Фирменный стиль вы можете узнать по трещинкам, по каким-то венкам, я очень люблю зомби, и, ну, не то, чтобы прям их обожаю, но я люблю смешивать красоту и ужаси, вот, поэтому у меня все модели, вроде с ярким макияжем, ну, с каким-нибудь там шрамчиком, по-любому не бывает идеальных вещей, поэтому я добавляю что-то такое, что повредили человека, повредили, вот, поэтому вот так, тем более сейчас модно, очень зомби, и все хотят, все хотят зомби, но делают не так, как, нереалистично, а я пытаюсь всем рассказать, что вот надо вот так, ребята, это просто и легко, и давайте все вместе это делать, вот. Хорошо, и все-таки пару слов про будущую студию твою в Санкт-Петербурге, как это будет выглядеть, чем это будет отличаться от других студий? На самом деле, наша студия отличается самыми лучшими плюсами, так скажем, самыми важными, потому что доступность от метро, от центра города, она находится в прекрасном месте, это креативное пространство Ткачи, там целый бизнес-центр пятиэтажный, 7 тысяч квадратных метров, и это только креативные люди, это швеи, там вообще выставочные пространства, там все есть, все есть, ну и мы туда тоже приехали, с супероборудованием, с замечательными красками, которые не вредят, то есть они не вредны, но можно учиться спокойно у нас, мощная вытяжка, это очень большой плюс, потому что находятся в центре, от метро, 3 минуты всего лишь, вот. Ну и, в общем-то, студия будет открыта с утра и до ночи, потому что художники все-таки, они такие люди творческие, у них нету графика, это не английский язык, когда там нужно приходить на 2 часа в день, там только утром, только в обед и только вечером, нет, расписания нету, поэтому индивидуальный подход к каждому, и каждому расскажем, каждому покажем, как это все рисовать, и, в общем-то, в этом большой вот плюс, что у нас есть вытяжка, доступность в метро, и отличные художники, которые творят просто чудеса от огромных, да-да-да, человеческих факторов тоже очень важны, все приветливые, можно с утра, доначи рисовать, и не париться, что тебя выгодят. Вот так в 7 часов звонок развенел и побежали. Нет, такого нету, сиди и твори. Да, а как ты считаешь, творческим человеком рождается, или этому можно научиться? Вообще, на самом деле, у всех есть расположенность к творчеству, просто она выражается в разных действиях, так скажем, в общем, в разном абсолютно. То есть ты за то, что творческий человек во всем должен и вам варить суп? Да, и вот ты прям мысли бы прочитала, на самом деле, я именно о супе думала, что можно дома супы варить, варить, хозяюшка такая, и она может варить очень вкусные супы, и ее можно тоже научить и рисовать, и шить, лишь бы у нее было желание. На самом деле, все хорошо. А у тебя были когда-нибудь сомнения в том, что ты делаешь, то есть какие-то кризисные моменты? Конечно, я же тоже типа художник. На самом деле, они бывают, бывают такие моменты, просто думаешь, а зачем я все это делаю, кому это вообще надо? Но тут вот, знаете, вот прям вот как будто, вот так вот появляются какие-то люди и говорят, что это же круто, посмотри! Ты смотри, что ты делаешь, что Вася Пупкин так не может, ты посмотри, это же ему надо рассказать, это же надо все делать. И тут я такая, ой, нашлись люди, кому это надо, и все, я начинаю дальше делать. Но бывает на самом деле, когда вот все уже, думаешь, делаешь, 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 отдачи нету. На самом деле она есть, просто все молчат все такие, сейчас скрытые люди. А вот находятся такие, которые скажут вовремя. Ну и скажи, пару напутствий творческому человеку, художнику или танцорку в нашей студии, можешь пару напутствующих, ободряющих слов сказать? Ай, труд, 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 еще раз труд, это великий труд, и не отчаиваться никогда. Всегда нужно улыбаться, потому что все-таки улыбка, это, ну, она раздражает, но она и привлекает на самом деле. Вот, очень хочется пожелать, пожелать гармонии, гармонии между собой, в себе, между людьми, в отношении. Ну, на самом деле, самое главное, это гармония все-таки себя внутри. Будет гармония, будет все. Вот, надо, еще самое важное, на самом деле, все, что ты хочешь, по-настоящему, сесть, так подумать, замереть и подумать, реально, что ты хочешь. Вот, если ты хочешь чего-то, то ты уже человек. А если ты хочешь чего-то, и делаешь хотя бы два шага, то все остальное, оно так, прилипнет, прилипнет к тебе, потому что ты просто этого хочешь. Все, только желание, на самом деле. И два шурочка таких, пим-пим, причем можно ленивых таких, маленьких. Это то же самое, что и лотерею, вот, всегда говорят, вот, нужно там, лотерею, можно выиграть. А вот сидит на диване человек, под носом ковыряется. А вот, а ему говорят, ну, иди ты уже хотя бы билет купить, не у него. То есть, два шага и вперед. Замечательный совет, спасибо большое. И последний вопрос, как тебе Новгород, или конкретно наша студия, наши люди, с которыми ты успела познакомиться? Девочки очень прекрасные, мальчики молчаливые, но я думаю, что мы сейчас поговорим, успеем. Вот, очень, очень все добрые, улыбаются, все, ну, правда, все молодцы, очень располагаются. Не жаль, что ты здесь? Нет, что не, в Новгород я сейчас посмотрю, обязательно, у меня сейчас есть пара часиков, я обязательно посмотрю Новгород, но мы так уже немножко, так, одним классиком проехались, очень красиво, очень красиво, хочется, и хочется так вот сесть и дышать, дышать, потому что есть воздух, и здесь, правда, очень приятно. Спасибо, на этом мы, наверное, закончим. Индергию, спасибо. Спасибо.